Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёст Ван, и мы продолжаем играть Five Nights at Freddy's, и сегодня шестая ночь. Друзья, это, наверное, будет сложно, но как бы шестая ночь это такая уже бонусная, да, отчасти ночь, то есть как бы игра-то называется Пять ночей, вот здесь вот в пиццерии Фредди, а мы вроде как уже проводим здесь шестую ночь. И когда я прошел игру на... когда я как бы провел здесь пять ночей, мне дали одну звезду, а вот если мы сейчас переживем шестую ночь, то я получу вторую звезду. Но вообще в игре можно получить три звезды, но чтобы получить третью звезду, там, я не знаю, надо головой об стену разбиться, ну то есть там очень сложно, там потом добавится в игру, Если вот сейчас пройдем шестую ночь, появится возможность создать свою ночь, в которой можно выстроить уровень активности аниматроников. И вот если я выставлю уровень активности вот этих аниматроников на максимум для каждого из них, а это двадцатка, и пройду вот эту свою ночь на этом уровне сложности, тогда я буду... Так, парень, закройся. Так, он ушел, можно открывать. Вот этот скоро должен побежать, так что за левым коридором нам надо постоянно поглядывать. Вообще вот смотрите, какая тактика, какую тактику я беру на шестую ночь? Тут главное, как я понял, это, во-первых, постоянно смотреть за Мишкой, вот в той, в первой комнате, чтобы он никуда не убегал. И, во-вторых, вот за этим парнем следить на сцене, чтобы он тоже, ну, как бы, чтобы его приход не был для вас сюрпризом. И периодически подсвечивать левый и правый коридор, чтобы поймать зайца и утку. В коридорах так вот, чувак побежал. Вот кто-то мне говорил, типа, не смотри в камеры, чтобы он тогда будет много электричества у тебя тратить, когда прибежит. Ну, я не знаю. Ну, вот, не смотри. Так, блин, тут еще. Меня прямо со всех сторон одолели. Так, этот постучал, можно теперь открывать. Здесь тоже никого нету. Блин, Мишка ушел. Ребята, ушел Мишка, это плохо. Вот самая гадкая это Мишка. По идее, надо за ним периодически приглядывать, чтобы он не двигался с места. А он ушел. Вот когда он уже ушел, с ним сложно, потому что его надо теперь искать по комнатам. За ним надо, вроде как, периодически наблюдать. Чтобы он не вошел. Блин, а я его нигде не вижу. Ах, ты ж черт, здесь этот Заяц. Так, покажите мне, где Мишка. Так, вот они его глаза, да? Ну ладно. Пока что можно быть спокойным. Ну хотя, вообще, конечно, здесь трудно быть спокойным, когда тебя постоянно со всех сторон одолевают. На этой ночи все-таки более активно я чувствую, что ко мне без конца и края. Вот, блин, опять Заяц пришел. Причем, какой-то Заяц нынче вообще гиперактивный. Мне, знаете, мне даже кажется, что, может быть, они берут и, допустим, ну, как бы на каждую ночь распределяют очки активности случайным образом между аниматрониками. И, допустим, вот сейчас, когда я начал эту ночь, мне повезло, что у меня Заяц активный. Ну, там, хорошо иметь активного Зайца, а не Мишку. Правда, Мишка у нас, он тоже ушел, что не очень хорошо. Мне кажется, как будто вот иногда там Заяц более активный, а там, допустим, могу сейчас переиграть, будет, допустим, утка более активная. Мне кажется, как-то... Блин, вот видите, опять Заяц. Мне кажется, как-то именно случайным образом распределяются очки активности между аниматрониками. Так, на кухне музыка играет, это значит, Мишка на кухне. В этом плане пока что можно быть спокойным. Но все равно я буду периодически открывать камеру кухни, потому что, вот, да, я это тоже где-то читал в Википедии, что Мишка, он, как бы, если на него периодически поглядывать, то он, как бы, медленнее передвигается. То есть он может долго находиться в той комнате, в которой он находится, если я буду периодически, ну, как бы, за ним смотреть в этой комнате. И даже, несмотря на то, что камера на кухне не работает, но если он на кухне, то все равно надо за ним поглядывать, и тогда он никуда не уйдет. Блин, да как-то там, и вон слева тоже парень все не уходит. Так, а на кухне уже музыки нету, да? А где Мишка? У Мишки еще такая гадкая особенность, он, как бы, это, его, его не видно на камерах. Блин, он, кажется, у двери, да? Нет? Что-то я опасаюсь, может закрыть дверь? Просто на всякий случай, вдруг он сейчас там за дверью? Не знаю. Нигде его не вижу. Ну, нету Мишки, он сейчас сто пудов, наверное, рядом со мной, да? Закрою, блин, на всякий случай, что-то мне как-то... С одной стороны, неохота энергию тратить, но с другой стороны, как-то это все опасно. Блин, у меня энергии-то уже 28%, 3 часа еще осталось. Не, самый гадкий здесь, конечно, это Мишка. Знаете, вот поначалу он вообще не беспокоит в первой ночи, но вот сейчас он начинает гулять. И это меня смущает. Я уже по пятой ночи знаю, что от него можно ждать. Так, вот он, вот он, медведь в соседней комнате. Но пока он там еще можно жить, а вот когда он оттуда пропадет, уже будет опасно. Так, что-то там Мишку-курица сменила. Ладно, закрой, на всякий случай не знаю, что там от заятных ожидать. Так, вот, курица как раз за дверью. Мне кто-то говорит, запомни имена аниматроников там. Этого там, я не знаю, Зайца зовут Фокси, Мишку зовут Эдди. Блин, курицу зовут Чика. Я говорю, да нафига мне эти имена аниматроников? Блин, это просто медведь-заяц, какая разница, как их называть. А некоторые люди вообще бесятся, когда там, допустим, какие-то вещи называешь не так, как они привыкли. То есть, допустим, ты говоришь не Фокси, а говоришь Заяц. Они все в шоке. Так, блин, у нас Фокси убежал, надо срочно открывать дверь. Блин. Вот я и закрылся от Фокси. Или еще, знаете, ребята, вот тут тоже мне недавно один подписчик говорил. Почему ты, когда я играл в Ведьмака, про Ведьмака говорил, почему ты называешь его Ведьмак? Его Геральт зовут. Блин, какая разница, как его называть? Он Ведьмак Геральт. Я его могу называть Геральтом, могу называть Ведьмаком. Так, ну что, ребята, попробуем еще раз. Будем пробовать, конечно, столько раз, сколько понадобится. Вообще, я думаю, неплохо. Мы там практически до пяти часов продержались. Нам надо только вот я там, это, надо Мишку не упускать вообще из взгляда. Я там начал много энергии тратить. Во-первых, для того, чтобы искать его по всем комнатам. Ну и я там, видать, где-то замешкался и на него долго не смотрел. И поэтому он убежал из этой комнаты. Поэтому сейчас я буду стараться на него смотреть вот прямо почаще, постоянно практически. Посмотрели на Мишку, посветили коридоры. В коридорах никого. Посмотрели сцену, Мишку. Пока что, видите, сцена, она тоже открывается в несколько стадий. То есть сначала это закрытая сцена. Вот там как это, пиратская бухта она, по-моему, называется, эта комната. Потом там эта сцена чуть-чуть приоткрытая. Потом эта сцена открытая и за ней мы видим Фокси. Потом этот Фокси в горизонтальном положении на темном фоне. То есть, ну там несколько стадий. Поэтому если ты видишь просто закрытую сцену, то, наверное, можно какое-то время на сцену не смотреть. Но Фокси наверняка не так быстро вылезет и побежит. Тем более на то, чтобы побежать, у него тоже уходит прилично времени. То есть тут есть такая фишка. Ты как бы смотришь вот на эту бухту Фокси. И, допустим, ты видишь, что Фокси там нету. Это значит, что он бежит к тебе. Но пока он до тебя добежит, пройдет так, в принципе, прилично времени. И, ну, этот процесс можно ускорить, если посмотреть на промежуточную камеру между вот бухтой и нашим помещением. Но все равно, в общем, времени с Фокси там нормально дается, чтобы его заметить. Поэтому его можно, ну, не так уж прямо часто, чтобы спамить. Ну, в зависимости от того, в какой он стадии. Если вы видите, что у него стадия уже почти вот-вот сорвется с места, тогда надо за ним следить почаще. А вот если занавески, в общем, а если еще закрыта вот эта портьера, то можно как бы повременить. Так, ну что. Я стараюсь сейчас, знаете, так, ну, как бы это. Я бы вообще еще более судорожно переключал бы эти тумблеры и чаще смотрел на камеру. Так, зайц. Ну, я стараюсь себя еще где-то маленько ограничивать. Так, типа, раз, два, три. Вот теперь подсвечу. Так, открываем. Мишка на месте. Не, ну, за Мишкой смотреть важно. Я лучше потеряю энергию, часто смотря за Мишкой, чем профукую Мишку, и он начнет у меня бегать по комнатам. Потом тогда уже с ним вообще трудно совладать. Так, ну вот. Несколько раз посмотрели на Мишку, сейчас уже можно будет на бухту глянуть. Так, там вообще закрыто. Можно какое-то время опять за ней не смотреть. Так. Этот все у двери стоит, уходить не хочет. Вообще, в принципе, сейчас что-то сцену глянул, мог бы не смотреть. Пока дверь закрыта, да, и угрозы от сцены, опасаться нечего. Но хотя с другой стороны, видите, если ты собираешься уже открывать дверь, как я, то хорошо бы еще убедиться, что к тебе никто не забежит следом, ну, конкретный кто-то, да. А тут бегает только Фокси. Помню, как я удивился, когда он меня первый раз сожрал. Ну, я не помню, там, может быть, на третьей ночи. Я еще подумал, ну, нифига себе. Тут есть и такие быстробегающие игрушки. Думаю, а как тогда жить-то вообще? Ну, тогда я еще только въезжал в тему. Сейчас я уже, ну, как бы более-менее осознаю игровой процесс, и это облегчилось гораздо после прочтения Википедии. То есть, если вот вообще, как бы, начинать играть и ничего нигде не читать и не смотреть, то, ну, тут тоже интересно. До этого до всего пришлось бы доходить самому. Так, ну что, уже 3 часа, 50% энергии. По-моему, по расходу нормально идем. Случайно закрыл дверь, не хотел. Я помню, когда вообще начинал-то играть, я даже не понимал, когда у меня двери блокировались, я думал, господи, да что это такое? Почему дверь не работает? Я еще тогда думал, может быть, потому что я ее несколько раз открыл-закрыл, и думаю, может быть, у нее есть лимит, сколько раз можно открыть-закрыть дверь, и после этого она работать перестает. Он всякие, вообще всякие разные мысли посещают по незнанию. Так, мишка смотрит на меня. Если слишком долго смотреть на мишку, мишка может посмотреть на тебя. Такая фраза, которая часто упоминается, ну, я не знаю, употребляется, только с любыми другими словами. Там, я не знаю, типа наподобие. Если ты долго будешь смотреть внутрь себя, кто-то может посмотреть на тебя изнутри тебя. Не, это я что-то перемудрил. Ну, согласитесь, часто слышно, как кто-то использует эту фразу, только в каком-то другом контексте. Кстати, ребят, 4 часа у меня 33% энергии. Это, по-моему, вообще неплохо, потому что я вот читал Википедию, там расход энергии на эту ночь, что-то писали самое оптимальное, это когда ты к четвертой ночи подходишь с 25% энергии. То есть у меня еще есть запас. А там на пятую ночь дают, говорят, что хватит всего десятки, но не знаю, не знаю. Так, не пугайся. Этот тоже на сцене почти готов бежать. Надо за ним приглядывать и про Мишку не забывать. Мишку, короче, надо вообще в каждое посещение камеры смотреть. Так, этот товарищ побежал. Так, сейчас посмотрим, потратит ли он так больше энергии, что я его ускорил. Ну, что-то я заметил, что при каждом стуке так маленькая энергия отнималась, но, по-моему, и там она не особо медленнее отнималась. Короче, не знаю. Мне кажется, там сильной разницы нет. Так, блин, опять заяц. А вот, кстати, с зайцем не помню, как зовут. Помню, Чика, Чика, там это, ну, там, в смысле, курица, Чика, медведь, Тедди, этот, этот, Фокси, как вот, лиса. Заяц может быть баня, по аналогии, знаете. Так, ребят, 12% у нас уже 5 часов. Остается последний час продержаться. Пока что, вроде, уверенно идем. Но меня радует то, что Мишка, он там, наверху до сих пор. То есть, даже если я его сейчас где-то прозеваю, он пойдет гулять по коридорам, нам немного времени до конца остается. Так, Фокси готовится побежать. У нас последняя энергия, 4%. Сейчас еще проверим, Фокси. А, вот, все, уже ничего не надо проверять, ребята. Эта ночь пройдена, можете меня поздравить. Чувствую ваш задорный детский крик. Дали нам еще один чек на 120 долларов. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо вам за этот чек. И, в общем, две звезды, ребят Как видите, у меня, знаете, как такой коньяк не самого лучшего качества Хорошо бы, конечно, до трех звезд дойти Но, знаете, я вот видел, как люди проходят вот эту Custom Night Это просто жесть, ребят Я даже заморачиваться не хочу Но давайте так исключительно ради интереса попробуем В общем, ребят, что, для начала выставляем уровень сложности всех аниматроников на двадцатку Это самый сложный, так сказать, уровень их активности Вообще, вот самое интересное, ребят, что даже разработчик игры Он вообще думал, что вот такой уровень сложности, он в принципе непроходим Ну, то есть, я так думаю, они там и разработчиками попробовали И такие, не, это просто невозможно пройти Но давайте сделаем, оставим И появился человек, который прошел эту игру на этом уровне сложности По особому алгоритму И это стало даже сюрпризом большим для разработчика игры Обшим алгоритмом был следующий Надо постоянно проверять только одну камеру Это та камера, где у нас находится Фокси Чтобы не пропустить, когда он побежит Периодически подсвечивать левую дверь И закрывать ее А вот именно с Мишкой бороться, которого на камерах Блин Вроде же дверь была закрыта Значит, он раньше, да, попал ко мне в комнату Он же по правой стороне ходит Да Короче, ну вот такой вот, ребят, алгоритм действий Вы постоянно должны закрывать правую дверь Потом идти на камеру, смотреть бухту Потом вроде как возвращаться Подсвечивать за дверью Если там никого нет, открывать ее Подсвечивать другой коридор Опять смотреть на бухту Опять закрывать дверь И я не знаю, у меня такое ощущение Как будто тут рассчитано все на то, что Вы хоть Мишку и не видите Но вы закройте дверь у него перед носом Короче, ну это, ребят, трындец Но я сейчас еще раз попробую ради интереса Ну, блин, я думаю Ну, как бы неохота заморачиваться Это люди там часы тратят Чтобы, как бы, я не знаю Натыкаться по этой тактике Проходить эту туры Но если кому интересно Можете на ютюбе набрать Там, я не знаю ФНАФ 1 20 20 20 20 Вы наверняка найдете хотя бы одно Блин Хотя бы Ну, там много видео есть с прохождениями Но я вот одно посмотрел Мне этого вполне хватило Чтобы решить, что я сейчас этим заниматься не буду В общем, ребят, осталось последнее О чем я хотел вам сказать Потому что, если бы я этого не сделал Мне бы подписчики начали говорить А ты еще не сказал? А ты знал или не знал? В общем, вот в этой кастом найт Если ввести здесь В числах 1987 То, по идее У нас должен появляться Скример золотого Тедди Который должен кричать И игра после этого закрываться Но у меня какая-то другая версия игры Я там читал, что есть какая-то версия игры Какие-то есть версии игры Когда это отменили А потом это опять вернули назад Но у меня, как видите В общем, этот скример не появляется То есть, у меня как раз та версия игры Где это не работает Но вы можете, если тоже играете Посмотреть Может быть, у вас сработает И появится скример золотого Тедди Ладно, ребят На этом у меня, в общем, все Седьмую ночь я проходить не буду На 3 звезды До новых встреч, друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова